Вам, наверное, интересно, как я тут оказался? Бог ты мой, ну шо за поколение? Ну, пап! Гаррис мод, или в простонародье мод Гаррика. ГМ, довольно старая. Я просто лайк поставлю сразу за монтаж, неважно какая информация, красавчик шел. Название, да. Возможно, кто-то даже пустил скупую слезу. Вспоминаю детство. Ну, а кто-то зумерок и не шарит. Вы могли видеть эту игру такой, а возможно такой, а возможно даже такой, 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 такой. В общем, это бесконечная песочница АК Роблокс для детов, но на самом деле имеющая куда более глубокую историю и развитие. Грубо говоря, если ебать движок Сурса, он подходит. А если он Банворда говорил? Ну, я все равно ставлю лайк. Он в этом дерьме. ГС, Тота, Халф-Лайф, Портал и Тим Фортресс. Все это выходило на первом движке Сурса. А вообще-то, Апекс Леджинс и Титан Фолд тоже были выпущены на Сурсе. Если ты не знал. Кстати, ставь лайк, если ты не знал. Интересно. Апекс Леджинс 2 выйдет скоро. Повод задуматься. Но для чего же тогда сделали Сурс 2? У-у-у-у, ну ты сейчас узнаешь. Время обзора, Гарри Сло 2. Сэндбокс был режимом, теперь он игра. Спамнили лодки, теперь обузы. Онлайна нету, а режимов туда бист. Итак, небольшой исторический экскурс. Беги Ньюман, имя, которое ни хуя не говорит большей части моих зрителей, но имеет крайне важный подтекст в рамках данного ролика. Именно он создал Гарри Смот в 2006 году. ГМ это компьютерная игра, которая дает тебе, по сути, безграничное количество... Или я, сука, он еще выпускает один ролик в месяц, ой, в два месяца, что ли? А в неделю? Уначе, у компьютера спит или что? Ну как же? Срочно посмотри, очень интересно. Не сейчас, не сейчас, сейчас очень интересный видос. Так, а просто, ты можешь сам создавать так называемые аддоны, меняя геймплей, карты, текстуры, модельки и вообще все, что тебе нужно. ГМ может выжать абсолютный максимум из Сурса, и смею предложить, что некоторые вещи для игр на движке Сурс тестировались именно в этом моде. Может, даже скины пошли отсюда, но... Бля, мне одному похуй, что он говорит, я просто на видеоряда смотрю. Как же круто. Но это не важно. Ну а что тогда важно? А важно то, что вышел Сурс 2. Чё, ебать, ты думаешь, мы обязаны шарить за твои технологии? Ну звали ты ебало. Просто зацени то, как выглядят твои любимые игры с апдейтом и переходом на новый движок. Вот какой была дота, вот какой она стала на Сурс 2. Вот какой был Half-Life, вот какой он стал на Сурс 2. Вот какой была КС, и вот какой она станет на Сурс 2. Ладно, видимо, КС это на пользу не пошло, но ради чего мы тут собрались. В общем, вышел Гарри с Мод 2, или как его называют Гугл. Он, кстати, по монтажу держит? А-а-а. То есть на него работают сразу все? Гениально. Переводчик Дни Жизни Вкладыш. Если верить статье на сайте gameonline20.ru, игры песочница, сэндбокс. Это жанр некоторых компьютерных игр или программ, где главными возможностями... Очень похоже на подачу и монтаж хумаса, не? Да, да, очень сильно. ...является полная или частичная конфигурация. Если просто говорить, ты дохуя творческая личность, а однотипные коридорные игрушки тебе не подходят, а для доты ты слишком тупой, то в играх жанра песочница ты сможешь раскрыть весь свой потенциал. Ведь ты можешь делать вообще все, что угодно. В игре изначально нет цели и... Да, бэб, жаба, хумас, очень сильно похоже. Геймплей зависит только и только от тебя. Скорее всего, была одна компания. Что с тобой разрушать творит ты словно господь бокса Яруси на этой грешной земле? И поверь, никто, я повторяю, никто не способен тебя остановить. Уже почувствовал свою важность. Ну так пойди нахуй, потому что это именно то место, где ты сможешь... Уже почувствовал свою важность. Понял, что это именно то место, где ты сможешь реализовать себя как личность. Входив в теле какого-то боба, тогда эта игра определенно стоит твоего внимания. И что тут сказать? Это тот же Гаррисмот, но гораздо плавнее и технологичнее. Бля, я даже не знаю просто, что говорить. При заходе в любой режим, ну бана. Ну да, хумас сам себе делает, но даже я потом говорю, что это... Не придется качать 100 тысяч аддонов. Тут они сами спешат поставиться прямо в твой компьютер. Я как человек, который узнал АГМ из видосов фарпача в режиме Мёрдер, мягко говоря, в шоке, появится весь потенциал игры. Они воссоздали батл... И да ебаться к нему? Да мне просто не хочется. Алё, я же не приёбываюсь. Ты думаешь, я специально что ли приёбываюсь? Алё. Фил 3 прямо в сэндбоксе. Ну а на этом обзор закончится. Просто здесь даже не слушают, что он говорит. Я просто наслаждаюсь видеорядом. Я не знаю вообще, хороший ли видос для просмотра на стриме, потому что я просто слушаю, смотрю видеоряд и хуйваю. Мне так похоже, что он говорит. Просто абсолютно. Скорее всего, я бы этот ролик смотрел два раза. Типа один раз просто, когда смотрел видеоряд, второй раз когда слушал. Ну ладно, чё-то я с козырей зашёл. Начну по порядку. Почему именно сэндбокс? Так как в игре предшественники этот режим имел нереальный хайп, а на гэм лежит трейдмарка, они назвали продолжение игры в честь режима. Иду. Вот это. Ну шо добавить? Физган стал гораздо удобней. Бэт кэш. Арбузики дали мне пиздей. Всё, я устал. Голубь настрадан. А как он его поставил? Я не понимаю. Я гуглил, не нашёл его. Где он его нашёл? Ну а вода, вода меня впечатлила. Да и в целом графон очень заметно претерпел изменения. Банально взгляните на мои ноги. Доступ надо. А что, я недоступный что ли получается? Дайте мне доступ. В чём проблема? Я хочу тоже побегать в Гаррис Моди 2. И анимацию движения. Но то, что в воде остаются дыры от пуль. Это, конечно, великолепно. Но не так великолепно, как и Джем Флэппи Мелон. Кайфы лютые. Гэфтамэк лишь флэк свэк. Вообще, очень много контента в этой игре делится на два типа. Первый, про который я сейчас упомяну. Это как будто ты открыл рекламу на своём телефоне. Ебать. Ты теперь гомо. А чё там, да, да. Трой тип, это уже полноценный прикол, который может позволить даже зависнуть на какое-то время. Любишь олд-фэшн-гейм в стиле Крэша и Бандикутов и тому подобные PS1 за лупку? Ну тогда зацени, что тут вообще имеется. Сразу несколько режимов паркура для ценителей. Паркур с жабщицами, паркур для детей, паркур для детдов. Помнишь, карты на прохождение с паркуром Майни? Вот тут то же самое. Только с графоном. Бывали уровни сложноватые. Подожди, там уже наделали геймпл. Охуеть. Джамперить-то, блядь. Когда он выйдет? Я хочу поиграть в это уже. Люди просто, я туповатый. Бывали интересные и яркие. В общем, прикольно. На меня не особо прикололо. С паркуром я завязал еще 6 лет назад, когда уебался с соседского гаража. Словил нормально такую травму. И теперь вынужден делать... Он сэндбокс называет... Тоже такой... А, сэндбокс, сейчас, подожди. Магазин. Нет, это не магазин, это оплата, блядь. Можно еще адрес мой показать? Спасибо. Сэндбокс. И где? Сука. Делать монтажи для вас. Но паркуры, это, конечно, круто. Если твой разум застрял на уровне Майнкрафтера. Но как тебе такое? Не пизди на паркур. Паркур это жизнь. Жим Макдональдса. Да. Просто Макдональдс. И все. Хезер, для чего оно тут надо? Ну и, наверное, обратили внимание на модельку моего персонажа. Это же Гордон Фриман из Half-Life 1. Охуели, да? Они целую игру запихнули сэндбокс. Ну или не целую. Что-то больше похоже на демку. Вот еще эти дыры. Также была попытка запихнуть Team Fortress 2. Но мне что-то вообще не вкатило. Потому что в нее я наигрался еще в 2012 году. А потом вышел Overwatch. Ну и вы сами все понимаете. Про Battlefield на движке Сурса вы уже слышали до этого. Но как вам сплив? Не впечатлило? А как вам режим... Где нужно? Режим регулировщика. А может лучше камень, ножницы, бумага? Честно говоря, тут так много режимов, что их все не уместить в один ролик. Потому что буквально каждый может... Охренительно. Прикиньте, сколько всего будет, когда... Пройдет там годик, два, три. Там же, получается, в сэндбоксе будут делать уже новые игры абсолютно. Это да, это как второй Роблокс. Сделать что-то свое. Нравится мафия? Держите две. Первый это упрощенный Empire at Sin. Я, кстати, рекомендую эту игру. А второй это Tower Defense в стиле мафии. Где я залипнул часов так на пять. Нравятся драки? Да пожалуйста. Вот тебе целый занимательный режим с файтингом. Чем-то напоминает Слитфайтер или МК. Я не шарю. Если честно, я больше любитель покатать доточку и поебать мамаш. Но на самом деле этот режим немножко однообразный и скучноватый. Хотя лично я получаю немало удовольствия, когда настукиваю по кукухе моего оппонента. В силу его сходства с моим отцом. А может тебе нравится пощекотать свои нервишки? Но тут я тебе не откончил. Нет, только не хорроры. Так как в Гаррис Моди на самом деле карты не хуже. Ну и во второй части они не ударили грязь. А еще в силу того же бруста в графоне, карты стали даже чутка интереснее. Тут даже есть симулятор арбуза. Как вам нужны эти симуляторы ко мне? Держи 50. Ура, 50 тысяч рублей, спасибо большое, брат. Спасибо, спасибо, всегда, всегда, ура, 50, да. Когда-то меня спросили, Максим, хочу ли я 50 тысяч рублей. Я сказал, да, мне их дали. Спасибо большое, брат, очень приятно. Или губок, когда можно смачно въебаться в стиль. Но про игру можно сказать следующее. Игра имеет крайне активную поддержку, несмотря на то, что создатели также регулярно выпускают патчи и к оригинальной игре. Судя по Вике, Face Punch начали разработку в районе 17-18. Я не понимаю, блядь, я на что ее, у меня нет в стиме, потому что я русский или что? Я тоже хочу поиграть. Есть такой вариант, не? Хорошо, если уберу язык русский. Если я уберу английский язык. Если поставлю китайский. Ой, японский перепутал. Блядь, и что мне нужно написать? Но заморозили ее примерно тогда же. Дурак, не вышла, она была. Так как он играет, я тоже хочу поиграть. А, у меня же писали, что там по доступу. Я тоже хочу доступ. Выходом Half-Life Alyx дела пошли по-другому. Графона завезли, движочек завезли, реактул физику подвезли. Ну и подпиздили чутарик элементов из оригинального Гаррисмода. А, это наша попытка на создательный стойный... Зачем я делал этот ролик? Похвастаться хотела или что? Должен Гаррисмоду. Ну и вот оно, сэндбокс. Создание персонажа стало куда более гибким и красивым, нежели это было в ориге. Ведь теперь я делаю себе попчиза и не парюсь о том, нуждается ли моя борода в путешествии до бармера. А потом иду налаживать контакт с неймами, похурю, выживаю аж вуди. Но потерпеть яско, ввиду отсутствия войсчата и навалив кринжи, делаю нереальный флекс на скейте, как в игре, кто не холк, ломая текстуры. Трюки, кстати, запредельные. Несмотря на закрытый доступ, игра с одеждой реально очень много режимов, которые найдут отклик в душе любого человека. Но пока что это все не проявлено даже на 50% потенциала, всего отсутствия онлайна. Думаю, с выгодом массы эта игра реально разъебет Гаррисмод, потому что это буквально его младший брат, которого любили родители. Вы, наверное, задаетесь вопросом, а можно ли прыгать в данной игре? Бля, я просто в монтаже вставлю эту хуйню, реально просто. Ну так вот, ответа я не знаю, но знаю точно, что ставлю в этой игре 9 трюков Тони Хоука из 10. И также благодарен этому человеку и его телеграмму за доступ к игре. Они будут в закрепленном комментарии и в описании. А я могу тоже ему написать, дай мне доступ к игре? А, он просто даст аккаунт. Ты гома! Я что, должен писать ему реально? Надо тебе говорить брат, 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 брат. Подожди, ебать, у него там титры. Подожди, у него реально тут титры. Плакал. Начал хорошо монтировать Косток. А, так это не он монтировал. Или это он монтировал. Сука, я не вижу ничего. Что здесь написано? Я так и не узнаю, что здесь написано. Тут что-то написано хумусом. Ай, пиздец. Ну и ладно. Александр. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...